Предоставляю такой шанс командам. У нас есть идея, эта идея не новая. Многие из вас слышали, что мы называем стартап. Смысл в том, чтобы создать инвестинговую платформу, где стартапы на стадии зарождения могли бы получить сотрудника в команду, того же программиста, либо же деньги на развитие. Проблема в чем? Все вы знаете, что многие стартапы сталкиваются с тем, что либо же нет денег на прототип, либо же не хотят давать эти деньги, потому что нет полной команды. Таким образом, многие идеи умирают еще в зародышах, скажем так. Это надо вообще, как бы, положение инфраектов. Можно, пожалуйста, сейчас еще? И инфраектов очень просто. Создается платформа, которая торгует опционами, размещает люди свои идеи и получает то, что им нужно. И получает самый главный шанс эту идею развивать. Дальше, ну, вот. Это вот примерная модель, как бы, девочки назорны, деньги поступили, процент готова отчасти. То есть люди могут инвестировать спокойно, скажем так, и, скажем так, из 100 проектов по статистике, два могут реально классно взлететь и предоставить инвестору прибыль для того, в тысячу процентов. То есть довольно-таки нормальный инвестор может собрать свой инвестиционный портфель и таким образом грамотно распорядиться суммой положений. Это очень адекватно. И все в этом выигрыши. Дальше, поговорим. Время ограничено. То есть фото-кардинал, вообще продвижение и выхода новинов. Есть, опять же, свое представление. То есть можно делать фичи, генерировать разный контент, заводить партнерства и проявлять такую активность, как выступления на разных мероприятиях, то есть организация конференций, вагонт и так далее. Вот, сфера вообще, как бы, стартапов, она и особенно, и инкубандаю развивается. Вот, будут подключаться постоянно. Ну, здесь такая тенденция, будут подключаться университеты и так далее. То есть стартапам будет нафига, проблема останется, ее надо решать. Дальше, пожалуйста. Небольшие подсчеты, то есть как нужно монетизировать районы, 15% по транзакции, 1,5%, что тоже очень круто. Вот, примерно 80% в год, которые заходят за счет при условии, что 80% в год получают в средний чек 10 тысяч долларов. Все, молодец. Наши контакты. Спасибо за внимание. Рассказал бы больше. Вопросы? Готов ответить на вопросы. А за Хакатон вы успели что-то сделать? Смотрите, мы не яваемся антипрограммистами. Вот, цель нашей презентации такова. То есть мы готовы присоединиться к команде, которая также является, скажем так, сторонниками данной идеи, ведет проблему. С удовольствием. В условиях существования таких сервисов, как, например, сервис крауд инвестиров, который приватбанк запустил с той шкалой, вообще, и базой клиентов, которые у них есть, вы как вообще собираетесь эту идею развивать? Ну, то есть... Я не знаком с первобанковской системой крауд инвестинга, то есть с анализю евро рынок я на нее не попал. Очень советую. То есть они работают со стартапами молодыми? С бизнес-идеей. Погубить. Спасибо. Ну, я думаю, лишним не будет такая площадка. Лишним. Все стартапы должны получить для себя возможность. И бизнес-модели тоже могут быть разные. Еще вопрос есть? Есть вопрос? Все. Спасибо за внимание. Первый пошел. Спасибо тебе. Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...